Кировск снова готовится принять на своей площадке международную горно-промышленную конференцию. Расширенное рабочее совещание по вопросам ее организации собрало на базе Кольского научного центра руководителей наших городов, предприятий Апатит, институтов КНЦ. В совещании приняли участие первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин и вице-президент Северной торгово-промышленной палаты Андрей Ильин. Предстоящая конференция, шестая по счету, но в статусе международной и в рамках Мурманской деловой недели она пройдет в пятый раз. С самой недели уже пять лет. И с самого начала горно-промышленная конференция стала одним из ее ключевых мероприятий, на которые не только непосредственно заинтересованные участники, но и власти нашего региона всегда и вполне оправданно возлагают немало надежд. «Поскольку и закон о развитии Арктической зоны Российской Федерации, и стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации, и, соответственно, концепция создаваемая у нас Кольской опорной зоной развития в Арктике, все эти вещи, они так или иначе должны способствовать развитию нашего региона и Арктики в целом. И, соответственно, поскольку горная промышленность у нас является, можно сказать, стержневой, основной экономической отраслью в регионе, мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы и наши промышленные предприятия, занятые в этой отрасли, получили некие стимулы, новые, скажем так, катализаторы для развития». В числе спонсоров, как всегда, выступили все горнопромышленники Кольского края, включая компанию «Фосагра». Обязанности главных организаторов традиционно легли на акционерное общество «Апатит» и Кольский научный центр. Тема предстоящей конференции – наиболее острая явная проблема сегодняшнего дня – инновации и конкурентоспособность в горной промышленности. Надо сказать, что главную тему конференции всегда определяет само время, выставляя перед промышленниками новые и новые задачи. Этот год не стал исключением. «Первая конференция состоялась, она была местного уровня, и буквально по следующим перешли уже на международный масштаб. Это говорит о чем? Это говорит о том, что всегда есть о чем поговорить, и практическая отдача от этих конференций, как часто говорят, надо сверять часы. Это позволяет промышленникам горнодобывающей и обрабатывающей промышленности сверить часы. То есть, где мы находимся и куда дальше двигаться. Ну а куда нашей промышленности следует двигаться дальше и в каких направлениях экспериментировать, прояснится непосредственно по ходу конференции, которая пройдет 17-18 ноября. Продолжение следует...